так я начал запись и всем привет давно с вами не виделись и надеюсь вы все это время сильно не скучали чем-то занимались может быть не программированием но все равно чем-то полезным учебой проводили время с пользой так сказать и сегодня у нас продолжение того что мы занимаемся с вами программированием и дописываем уже наконец-то игру может быть не именно за этот урок но за несколько несколько уроков я уже покажу все что нам нужно все аспекты после этого мы будем контролировать но я лично каждый вас ваш проект чтобы вы его довели до какого-то ума чтобы он был похож на игру а не на просто машинка типа едет типа куда-то врезается или у кого там птичка у кого что и после этого я вам рассказать что-нибудь еще по типу про телеграм-ботов вот и чем раньше мы закончим все это тем лучше поэтому стремитесь к этому надеюсь вам тоже будет интересно узнать что это про телеграм-ботов так хорошо тогда с чего мы начнем давайте тогда начнем с того что мы посмотрим на чем мы вообще остановились в плане того что разрабатывали игру вот у нас есть главное меню который мы по моему делали прошлый раз вот мы заходим в него и я добавил зеленых квадратиков но не суть вот у нас она вот так вот выглядит давайте даже вот это запустим потому что demo and это для меня я там сам пробую какие-то штуки которые буду вам рассказывать а вот это вот то на чем мы реально закончили вот он двигается на в sd и мимо этого монстрика и вот видите у него плохой хитбокс то есть хитбокс это та самая зеленая коробочка которая отвечает за то когда мы наткнулись на монстрика когда нет не давайте сейчас найдем этот хитбокс нашим демо пай до посмотрим чуть чуть выше и вот здесь у нас есть base вот эти две строчки закаменченные они отвечают за то чтобы рисовать этот зеленый прямоугольничек давайте их раскоментим и вот у нас мы получаем прямоугольничек получаем его размер и рисуем его на таких-то координатах но на наших там где находится машинка и с шириной высотой вот этого прямоугольничка который ну размер которого мы получили и положили в переменную s вот так вот это делается и давайте посмотрим снова что у нас получается уже с таким кодом enter и вот наши прямоугольнички как раз таки мы можем видеть что они как только касаются ну или давайте вот так вот самым кончиком видите только кончик коснулся сразу все у нас как бы идет коллизия и мы у нас игра заканчивается и начинается заново эти прямоугольнички надо сделать меньше потому что они слишком большие и что мы сделаем во первых у нас в классе base есть react до имиджа снова трек поэтому здесь когда мы рисуем зеленый прямоугольничек нам нету смысла вызывать такой же такую же вот эту конструкцию потому что она у нас записано уже сюда давайте сделаем вот так вот упростим немножечко react react . size окей теперь в классе base мы можем непосредственно работать с этим прямоугольничком и изменять его размеры и менять соответственно область которая будет взаимодействовать то есть вот эти зеленые прямоугольнички но поскольку у нас enemy одного размера hero другого размера мы будем это немного менять в самих классах hero и enemy вот мы могли бы сделать как в классе base взять вот этот self-rect и написать так self-rect . size равняется такому как нам надо да там равняется каким-то значением тогда мы поменяли бы там и там этот прямоугольник но давайте мы не будем так делать мы сделаем немного по-другому мы зайдем в hero и путем подбора на глаз поскольку смотрим как она нам будет лучше сделать эти прямоугольники чтобы мы могли нормально коллайдиться без всяких вот в общем не на расстоянии прям когда мы врезаемся монстрика заходим hero и вот здесь вот на стадии и не то мы вызываем вот здесь вот с аргументами вот этот вот код то есть мы его вызвали то есть мы передали 50 x и y вот это и так далее то есть супер отвечает нам за вызов вот этой вот функции здесь после этого мы же хотели добавить вот здесь вот код я вам показывал что можно там написать поэтому давайте мы здесь примерно так и напишем self-rect . size вот и нам нужно его изменить как нам нужно отнять несколько пикселей у ширины и несколько пикселей у высоты давайте это сделаем self.rect . size равняется открываем скобочки потому что как мы помним когда мы вызываем вот эту штуку что она возвращается нам возвращается вот такое вот здесь пикс здесь вот так вот то есть вот это первый индекс вот это нулевой индекс вот соответственно мы их здесь вот и получали здесь сделаем также мы передадим ширину и передадим высоту именно вот в эти скобочки какая у нас будет ширина ширина у нас будет такая же как у этого прямоугольника минус допустим 50 это достаточно большое значение просто для того чтобы убедиться что оно действительно меняется чтобы это увидели второе значение отделяем запятой и пишем что-то по типу self react size а я забыл забыл это же первый аргумент поэтому мы здесь добавляем 0 то есть self react size 0 иксовая координата вот эта нулевая как мы можем видеть и здесь у нас будет первая координата и здесь мы сделаем тоже минус 50 чтобы это было ощутимо и и вот это вот self react size да у нас у него его размер уже будет попадать вот сюда то есть мы его здесь изменили при создании и и он дальше не меняется этот прямоугольник этот прямоугольник при вызове функции друг джо она взвается там ну каждую милицию каждое там 100 миллисекунд допустим неважно мы берем и и получаем его и рисуем рисовать его можно кстати не таким образом но мы сейчас остановимся на таком и вызовем этот файлик и посмотрим что у нас получится вот наш прямоугольничек который уменьшился но как вы видите коллизия все равно еще происходит на старом прямоугольничке то есть сам прямоугольник мы поменяли но что-то что-то да осталось не так и что-то мы забыли поменять поэтому давайте найдем что заходим в функцию которая называется как у нас тут есть функция которая проверяет check collision нажимаем control f чтобы появилась окошко поиска пишем чек вот оно нашло первую чек и это сама функция которая нам надо можно нажать enter и тогда мы перейдем к другому совпадению но нам нужно именно вот это нашли закрываем это окошко путем нажатия скейп мы смотрим что здесь происходит мы передаем сюда хиру и нами хорошо передаем здесь у нас н мир акт получаем и присваиваем ему координаты x и y нами хорошо но мы получаем прямоугольничек как вы видите с помощью картинки то есть мы получаем не тот прямоугольник который изменили а тот который в картинке это не надо так делать мы возьмем точка ракт да прессуем его сюда поменяем ему x и y и здесь точно так же вот поменяли теперь у нас будут вот это hero react collide react работать правильно должно давайте посмотрим так и вот наша машинка раз и да коллайдится только в том месте где нам надо сейчас этот прямоугольник достаточно маленький давайте мы его немножечко поменяем причем причем хочу давайте вот это я немного передвину он мне тут мешает вот так ой я видно мой экран секунду да хорошо просто у меня вылезло окошко типа заширить снова я видно нажал хорошо здесь мы должны кое-что поменять ага наш прямоугольничек во первых должен быть по центру по центру мы его можем разместить с помощью вот такого вот свойства которое есть у прямоугольника тут написано by game react и какие у него есть виртуальные атрибуты которые мы можем использовать у него есть top left bottom left top right bottom right ну и так далее и что нас интересует это интересует центр 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 ну и центр x и центр y центр y мы будем использовать центр давайте сделаем это но нам надо поменять его не только здесь а поменять его еще в самом base да мы будем как делать мы будем рисовать вот наш прямоугольник не на self x self y потому что оно задает нам левую верхнюю границу ну я повторюсь вот у нас прямоугольник и вот это self x self y у нас вот здесь вот находится нам нужно его же переместить вот сюда чтобы он находился у нас в центре да чтобы этот self x self y был в центре тогда будет более правдоподобная коллизия хорошо давайте очистим это все наши рисуночки и попытаемся это сделать как мы это сделаем во-первых нам нужно вот здесь вот непосредственно менять у нашего ректангла то есть у нашего прямоугольника x и y на центр но может мы не будем это здесь менять потому что это все-таки функция draw она у нас рисует давайте мы будем его менять вот здесь в функции move то есть когда мы двигаемся мы двигаемся на x и y окей это нормально но нам нужно не саму не самого персонажа еще двигать как бы а двигать еще наш прямоугольник то есть мы напишем self rect точка санчу и скажем что его центр находится на таких вот координатах открываем скобочку и первая координата ну вот видите откуда я узнал что надо скобочку открывать первая координата и вторая координата отдельный запятой и вот так вот она задается первая координата просто self просто x можно написать потому что а не просто self x обязательно потому что тут не присваивание а прибавление то есть x не равняется self x x, self x, self y вот все мы изменили react-center и теперь нам нужно сделать так чтобы он еще отображался в нужном нам месте мы теперь можем получать не его size то есть не размер этого прямоугольника да а мы можем получать просто сам прямоугольник да давайте вот это сотрем вот ну мы получаем прямоугольник даже можем его не присваивать переменную просто сотрем это и будем рисовать теперь не не на точке x, точке y с такой-то шириной с такой-то высотой а просто скажем что мы хотим нарисовать прямоугольник мы говорим рисуем на окне зеленый прямоугольник какой прямоугольник да вот такой а прямоугольник оно знает ширину и высоту его координаты отсюда отсюда self-react center мы ему задаем координаты да а ширина и высота ему задается вот здесь от нашей картинки но как мы можем видеть в херу она немного меняется то есть его ширина и высота задается уже вот тут вот давайте пока будем начинать перестреливаться по поводу того какие нам нужны значения здесь поставить чтобы прямоугольничек выглядел достойно так запустим смотрим enter и вот видели наши прямоугольники в самом начале стояли где-то непонятно где это ну нормально потому что мы забыли указать такую штуку как в ините сразу присваивать ему значение ну нашего self x self y давайте это сделаем и ну да я вижу что прямоугольник сейчас стоит немного не направленном месте но ничего мы это поправим вот у нас есть self hero вот здесь ракция из моему задали но расположение не задали то есть self rect . центр равняется self x self y вот так вот ну точно такая же строчка как и вот здесь вот да но оно нужно так же давайте точно так же сделаем такие же штуки в нашем но но давайте все таки это сделаем только вот это эту строчку она у нас будет одинаковая и там и там да мы ее напишем здесь вот а а вот эту строчку она у нас будет не одинаковая потому что значение 30 и 20 мы будем менять и мы их напишем в enemy вот сюда в и нет то есть при создании у нас у них уже есть какое-то местоположение это у нас прописано в боюсь вот здесь и у них уже есть какой-то размер и у того и у того минус 30 20 но здесь давайте сделаем 40 здесь оставим 20 пускай будет так запустим снова видим что при создании они у нас принципе находится нормальных местах единственное что у вами он больше более правдоподобно все-таки находится потому что мы у него как-то не сделали x и y что ли сейчас посмотрим почему вот у него в move нету вот этой вот строчки то есть мы ему там ничего не присваиваем а ну давайте попробуем вот так вот написать без без той строчки и что у нас получится а у нас получается в принципе все более-менее хорошо тогда нам как как показывает практика нам не нужен центр нам нужно именно сам x и y хотя нет мы сделаем через центр поскольку так более гибкая настройка может происходить мы вернем этот центр и вернем не здесь оставим 40 хорошо здесь этот центр и у нашего нами тоже тут центр вот но нам нужно будет еще добавлять вот сюда и наш размер да давайте мы его получим здесь просто назовем его с салф точка сайс то есть мы опять же как это работает я нарисую немножко вот у нас есть прямоугольник ой а у нас s уже есть он был у нас в другом месте s у нас был в другом месте но я его потом убрал он был в функции draw там в base классе вот этот прямоугольник который я сейчас рисую это прямоугольник у нас картинка да вот этот прямоугольник да который я сейчас еще нарисую это у нас наш зеленый хитбокс который мы сейчас пытаемся выставить на нужную позицию соответственно сейчас он у нас стоит вот этот вот центр он у нас сейчас находится вот здесь сейчас я попытаюсь эту штуку передвинуть так сейчас он у нас примерно вот такой рисунок да то есть у нас картинка вот этот большой большой прямоугольник а у нас хитбокс вот здесь вот находится нам нужно его передвинуть сюда как это сделать я думаю нам нужно получить размер нашей картинки да которую у нас есть из ну именно самой картинки потом поделить на два его то есть мы получаем ширину делим на два избегаем его ну наш прямоугольник на эту ширину и после этого получаем высоту картинки и вы meatballs на нашу высоту звучит просто поэтому давайте так и сделаем мы получим размер не самого прямоугольника получим размер самой картинки То есть мы возьмем self-images, и поскольку у нас одна картинка всегда есть, как минимум мы по нулевому индексу получаем ее размер. У нас он записывается в S. После этого мы берем S0, да, и здесь берем S1. Вот так. Что у нас произошло? Мы получили размер вот этой вот картинки, большого прямоугольничка, который у нас есть. Взяли, добавили всю ширину, да, то есть взяли вот эту высоту, вот эту ширину, добавили. То есть наш прямоугольничек, вот этот, который был здесь, вот так вот, он сместился вот сюда, да. Сейчас мы это посмотрим. Так, я заберу это пока, включу демо, enter. Вот он у нас слева, и вот он у нас... А, забыл написать getRect, потому что... Вот мне выдала ошибочку. По GameSurface, object has no attribute size. Потому что поверхность, это не прямоугольник. У поверхности есть прямоугольник, который нам нужно получить. Какой пароль от конференции? Сейчас, секунду, читаю чатик. София писала, зачем писать self-rect size, если это S? Это S у нас было только в одном случае. Я понял, в чем вопрос. Я сейчас вернусь туда, где я только что был. Ну, вот здесь вот у нас была такая штука, self-rect size, да, и поэтому у нас это было S. Вот здесь вот мы там задавали координаты, вот так вот открывали скобочки, внутри что-то писали, но сейчас времена поменялись, эту строчечку мы убрали. То есть такой переменной больше не существует. Его вроде нет. Ну да, как бы его нет, поэтому мы его и создаем. Не совсем, может, понял вопрос. Вот. Хорошо. И какой пароль от конференции? Я с телефона хочу зайти. Пароль от конференции нет, я его убрал. Тем более, вы же, когда первый раз коннектились, вы коннектились без пароля. Единственное, что вы могли попасть в waiting room, а я мог этого не заметить. Сейчас я посмотрю, что у меня здесь есть. Participants. Ну, пока что у меня в waiting room никого нету, да, и я его отключал. Да, я его отключил. Поэтому, так, надеюсь на все. Странно, у меня пароль. Не знаю, или ты заходишь по той ссылке, по которой именно надо. Ну, сейчас я еще раз, может, закину ссылку на... Shownames.invite. Copy URL. Закрыть. И сейчас я вам в Telegram скину. Я скинул в Telegram именно Артему ссылку. Я думаю, он сможет зайти. И хочу сказать, что еще не пришел Богдан. Он говорил, на 15 минут опоздает. Пока опоздает на больше. Сейчас тогда я приостановлю запись. Вот. Мы устранили все неполадки, которые у нас были. И сейчас продолжаем. Мы добавили в наш Enemy Base вот такие вот строчки. Rect Size. Ну, чтобы изменить размер этого прямоугольничка зеленого. Это я вкратце расскажу для тех, кто не был. Вот у нас прямоугольничек зеленый. Нам нужно его аккуратненько поставить на место середины машинки и середины нашего монстрика. Вот. А не чтобы это выглядело вот так, как это выглядит сейчас. Хорошо. У нас есть Enemy. Мы сюда добавили S0 и добавили S1. Теперь нам нужно вот эти значения S1 и S0. Соответственно, сейчас еще раз запущу игру. Видите, прямоугольничек у нашей машины. Вот он такой. Мы к нему ничего не добавляли. А S0 и S1, который мы добавили, это ширина нашей картинки. Вот. Не включили. Еще раз. А, я не включил демонстрацию. Хорошо. Сейчас я включу. Совсем что-то. И все это время запись, кстати, была тоже на паузе. И очень печально. Ладно. Я сейчас повторю немножко. У нас вот эти прямоугольники мы поставили на место. Сейчас я запущу, покажу. Мы поставили на серединку путем того, что мы добавляли в наших вот здесь вот координатах. Вот. Такие вот значения. Вот это, можно сказать, ширина нашей картинки. Половина ширины нашей картинки, которую мы округляем, потому что нам нужно целое количество пикселей. И вот это половина высоты нашей картинки, которую мы тоже округляем с помощью int. Вот. Соответственно, мы получаем такой эффект. Но, как вы видели, у нас прямоугольнички немного скачут. Это, скорее всего, из-за того, что у нас вот здесь вот вот эта строчка находится. Нам ее нужно было бы поставить не сюда, а в... Enemy непосредственно вот здесь. Ой, я нажал Ctrl-B, запустил в тем самым игру. Вот это окно мне не надо. Можно его закрыть. Ну, или хотя бы так. В Enemy непосредственно у нас есть Self-Rect Size. Нет, это не то, что я хотел скопировать. Нам нужно было вот это отсюда удалить. Enemy и... Звук лагает. Ну, уже... Все уже хорошо сейчас. Угу. А картинка нормальная у качества, да? Оно не то, что плохого качества. Оно именно затормаживание показывает. Но фринзит. Оно показывает один кадр, потом следующий, и потом снова фринз, потом следующий. А у меня нормально. Ну, хорошо. Ну, если... Самое главное, что у вас не плохого качества. Потому что, когда плохое качество, вы не можете видеть код. А когда просто фрезы, ну, вы зато все видите. Здесь в основном статически. То есть, код никуда не двигается особо. Но, конечно, после перерыва я постараюсь это немного порешать. Проведу себе кабель, потому что сейчас я на Wi-Fi. Вот. Перерыв, кстати, у нас будет... Если урок начался в 10.30, то плюс полтора часа, это будет 12. То есть, у нас еще 50 минут, и потом перерыв 20. Хорошо. Нет, ну, у меня прям звук жестко тормозит. Прям очень. Звук реально. И снова мы начинаем запись, и снова мы пофиксили наши проблемы с соединением, которые у меня были, да. Я снова забываю, на чем я остановился. Ну, грубо говоря, на том, что вот у нас есть вот эта вот строчка с центром, где мы меняем наш прямоугольник. Ладно, я выключу вам... Я случайно тыкаю вот этой штукой, она меня разряжает. Я пытаюсь увеличить изображение, когда на телефонах это можно сделать, она у меня по всему экрану, эта стрелка идет. Ну, в общем, я все равно выключил, если что, просто говорить. Так, у нас есть вот эта строчка, self-react-center. Мы ее написали в Hero, когда мы двигаем нашего персонажа вот здесь, мы еще и двигаем вот этот вот прямоугольник. Вот, на такое значение. На половину ширины картинки, которая у нас есть, потому что я вам показывал два прямоугольничка было. И на... Ну, и все. Соответственно, двигаем на половину и половину ширину и высоту. Хорошо, теперь то же самое надо сделать у Hero. У него есть уже такая строчка. Ему еще надо вот эти же две строчки написать вот сюда, в init. Даже не сюда, а в base, потому что... Ой, в base. Хотя тут уже есть эти две строчки. Хорошо. Я хочу пофиксить то, что у нас при начале игры скачут эти прямоугольнички немного, и это немного не камильфу, поэтому мы сейчас это пытаемся немного пофиксить. Я понимаю, что это не сильно влияет на функционал, ведь потом все хорошо, но... Все должно быть отчасти идеально. InvalidSyntax, 174 строчка. 174. Ага. Здесь я просто отрезал половину функции, потому что вставил ее не туда, куда надо. Угу. И здесь тоже. Надеюсь, вы все поняли. Я добавил в Hero, в функцию init. Когда создается наш персонаж, у него вот такие вот координаты центра у прямоугольничка... А вы запись включили? Да, включил запись. Все. Спасибо, что напоминаешь. И теперь у Enemy тоже у нас есть self-images и self-act-center, чтобы мы могли задать размер. И вот эту вот строчку, там, где мы задаем размер нашему прямоугольнику, мы перенесем тоже еще в Hero. В итоге у нас init'ы у них очень похожи. То есть, инициализация. Init, вот слово инициализация, инициализация, как-то так оно говорится. Сложное слово. А ну, запустим, посмотрим, что у нас получилось. Прямоугольнички. И вот они стоят уже на месте, да. Потому что мы так пофиксили. И как мы можем видеть, они у нас как раз-таки, как только соприкасаются, ну, они уничтожаются. Как бы монстрик с нашим персонажем. Это хорошо. Мы уменьшили размер наших прямоугольников. Немного подправили функцию checkCollide или checkCollision, как-то она так называлась. Вот checkCollision. Найдем ее здесь. Вот она. Здесь AnomerAct. Мы его получаем и его немного модифицируем. Так, единственное, что... Единственное, что... Может быть, вот эти строчки нам не сильно нужны. Давайте проверим. Потому что здесь мы на этим рактом x и y меняем на тот, который у нас есть у Hero. Но мы же его уже меняем и так при нажатии функции Move. И у меня на экране до сих пор есть аннотации. Я их почищу. Вот так. Мы меняем функции Move. То есть мы, когда двигаем самого персонажа, мы двигаем этот прямоугольник. Соответственно, вот эти вот строчки не нужны. Но давайте проверим. Снова. Закомментировали их. Чтобы они не работали, запустим. Нажали Enter. Смотрим. Работает ли. Работает так, как надо. Да. Все хорошо. Вот. Коллайдится в нужном нам месте. Все выключаем. Понимаем, что вот эти строчки у нас излишни. Потому что мы все делаем в другом месте. И вот наш код здесь стал немного чище. Ну, он, конечно, увеличился в другом месте. Вот. Хорошо. Теперь. Что мы делаем? Мы немножечко, немножечко уменьшим нашего Enemy. Вот здесь вот прямоугольничек еще. Уменьшим на 45, пускай будет в ширину. А здесь по высоту на 30 давайте. Посмотрим, как он будет выглядеть. А у нашего Hero, в принципе, там вроде все нормально было. Ну, вот как-то так. И вот. Да. Оно именно, когда они соприкасаются, тогда оно и взрывается. Теперь давайте уберем. Уберем эти прямоугольники. Зайдем в нашу Base. Вот здесь вот. И функцию PyGameDrawRacked мы закомментируем, чтобы они не рисовались. Посмотрим, как это выглядит без них. Без них. То есть, вот у нас все равно немного далековато. Но нижний левый угол будет пофиксить немного сложнее. Ну, давайте мы уберем еще у ширины нашего Enemy. То есть, у нас есть ширина. Вот. Размеры нашего прямоугольника у ширины уберем где-то 60 пикселей. Допустим. И вот здесь вот мы его выключим и запустим снова. Enter. Заходим. И где-то... Вот. Уже лучше. Уже лучше. В принципе, так даже можно было бы и оставить. Сверху, конечно, у нас, как вы видите, хитбокс немножко страдает. Но это не очень критично. Даже я бы сказал, что если бы снизу было так же, как сверху, было бы замечательно. Тогда давайте мы что сделаем? Мы возьмем и вот там, где мы добавляем к Self Y, вот здесь вот, то есть, делаем его больше посередине. Я их снова начну рисовать, чтобы мы понимали. То есть, вот я их рисую. Мы смотрим. Ага, вот он у нас такой. Нам его надо немного поднять. Вот. В машинке, видите, нам его ничего поднимать в принципе не надо. Надо вот эту штуку бы скосить, но это уже более кропотливая работа, чем то, что сейчас мы делаем. Мы поднимем немного прямоугольничек у нашего Enemy. Во-первых, давайте сделаем его еще немножечко, немножечко меньше. Да? И теперь поднимем его вверх. А чтобы поднять его вверх, нам нужно еще отнять немного пикселей. Отнимем 10. То есть, когда мы отнимаем, мы, соответственно, двигаем его вверх. Когда прибавляем вниз. Вот. И что же, давайте запустим, посмотрим, где они у нас теперь находятся. Они у нас находятся, ну, немного выше, но все равно еще не то. Потому что 10 пикселей весьма маленькое значение. Давайте поставим сразу 30, посмотрим, как оно изменится. Вот. А, видите, какой еще прикол? Я же только в init это меняю. Мне нужно менять это не только здесь. Мне нужно менять это еще и вот тут, в move. Даже я бы сказал, тут более важно. Давайте здесь сделаем минус 15, потому что я видел, что 30 это немного многовато. Вот. И давайте посмотрим, как оно выглядит. Enter. И уже высоковато, высоковато. Давайте последний раз я немного исправлю. 10 пикселей всего. И мы будем... Сайз у него еще немного уменьшим. По Y где-то на 45. Я думаю, этого будет достаточно. Сделали игру более легкой. Ну, и вот, типа, да. Уже лучше. Да, отлично. Ширину я увеличу на... Вот так вот, на 10 и все. На этом мы закончим с хитбоксами работать пока что, потому что это немного муторно. Где у нас draw base вот. Здесь выключаем зеленый прямоугольник. И запускаем до конечного теста. Ну и вот, да. Намного лучше, намного лучше. Теперь оно выглядит реалистичней. Ну и, соответственно, когда мы будем вот так вот в него ехать, тоже можно взорваться. Нельзя так делать. Все отлично. Мы изменили. То, что нам нужно. Теперь все у нас хорошо работает. Давайте добавим теперь что-нибудь интересненькое. Добавим, допустим, очки, которые у нас есть. То есть количество очков. В правом верхнем углу, допустим, мы можем за каждый тик, ну, постоянно, добавлять какое-то значение. Допустим, единичку, да. Ну, грубо говоря, количество очков это будет равняться количеству миллисекунд уже с начала игры. Ну, число будет большим, и это будет интересно. То есть будет даже похоже на Subway Surf. Там тоже очень быстро набираются очки. Вот, потом просто там есть множитель, там x40, есть x20. Этот множитель мы тоже можем добавить, но пока остановимся на очках. Вот у нас есть геймлуп, основной цикл. Где мы внутри напишем? Вот здесь, там, где все переменные у нас. Прошу прощения. Спасибо, спасибо. Там, где все переменные у нас, мы напишем, мы создадим переменную score. Очки. И изначально они у нас равны нулю. И в цикле, каждый раз, когда мы проходим цикл, он здесь в большое пустое место, я его уберу. Вот так. Каждый раз, когда мы проходим цикл, разочек, мы будем добавлять сюда значение score плюс равно 1. Вот. Оно у нас будет увеличиваться. Теперь нам нужно, что сделать, это отобразить наш score. Соответственно, на каком-то месте. Предлагаю правый верхний угол. Это будет неплохо. Аннотации уберу. Правый верхний угол, это хорошо. И у нас уже где-то была функция, по-моему, display. Message нет. Edit Text. А, вот. Text menu. Соответственно, нам нужны вот эти вот строчки. Мы возьмем тот же самый фонд, да, sendbolt, ttf, который у меня есть. Изменим ему немножко вот это значение. Поставим ему почти те же самые параметры. Ну и этот код можно даже скопировать. Скопируем, изменим ему только название. Так, хорошо. Зайдем в game loop. И что мы сделаем? Мы вот здесь вот напишем text section. Да, и вставим это все. Уменьшим отступ. И вот здесь вот изменим вот это все. Назвем это score text. Score text. И изменим немного названия. Вот. Что у нас получается? Score text. Он у нас будет каким? P-game, font, font. Так, так, так. Шрифт у него будет... Ой, размер шрифта у него будет, давайте, 90. Сделаем его поменьше. Текст, который мы будем отображать. Вот это вот интересно. Мы его будем... Каким делать? Мы его будем делать постоянно... Score. Двоеточие. И плюс... Что? Плюс string score. Переменная, соответственно, где у нас лежит значение очков. Вот. Здесь мы его рендерим. Здесь мы получаем этот прямоугольничек, который нам нужно отрисовать. И задаем ему какие-то координаты. Координаты у него всегда одни и те же. То есть... Давайте заберем вот это. Вот это у нас всегда остается таким же, да? То есть у нас не меняется фонд и не меняется его размер. Потом мы один раз получаем прямоугольник и меняем ему местоположение. Кстати, местоположение надо будет сделать где-то таким. Window width минус 100 и... Да, где-то так. И где-то 40, потому что нам нужно в правом верхнем углу, а, соответственно, сверху отступ должен быть небольшой. Вот это в правом и сверху. Вот. И уже что нам нужно делать? Нам нужно отображать его в цикле постоянно, потому что текст будет меняться. Будет меняться. Это так. И вот здесь вот у нас будет... Вот эта секция. Вот здесь вот. Здесь будет лучше, мне кажется. Потому что display update будет в самом конце. Мы рендерим score. И после этого нам нужно в nud.blit. window.blit. Какой... А, не текст меню. Простите. Я и там забыл еще поменять. Text score. Да. И вне вверху вот здесь вот. Text menu. Text score. Surface. Сейчас проверю чат, потому что я иногда забываю это делать. Чат. Да. Никто ничего не писал. Хорошо. Изменил название. Здесь больше никаких... Ничего такого нету. Хорошо. Вот здесь вот я его беру, рендерю, тот, который мне надо, и беру... Беру отображаю. Отображать мне нужно, по-моему, score.text... Ой, нет. Score.text.surface на... surf... text.tract. На score. Прошу прощения. Когда я говорю и печатаю, немного взбиваюсь. Score.text.tract. То есть я беру на вот этой вот поверхности, которую я создал, эту поверхность я создал вот здесь. Да. То есть... Нет, я её создал здесь. Прошу прощения. Я её создаю здесь, когда рендерю text. Поверхность создана. Поверхность с текстом. И рисую её на прямоугольнике. На прямоугольнике вот этом. А прямоугольник у меня, он определяется сверху вот здесь. Я говорю, что этот прямоугольник у нас находится на таких-то координатах с размером, который уже задан, потому что он задаётся размером вот этим вот. Всё, надеюсь, немного понятно. Сейчас ещё раз постараюсь объяснить, а пока просто посмотрим, что у нас получилось. TextScoreSurface. Ну что, оно называется ScoreTextSurface или как-то так. Сюда Score. Даже ScoreText просто. По-моему, так. Но, может, я ошибаюсь. Да. Ошибаюсь. Надо посмотреть сюда. TextMenu. Мы получаем Surface. А уже React мы получаем от Surface. Хорошо. Понял. Понял. Нам нужно один раз отрендерить наш текст. Давайте ещё раз пройдёмся по всем шагам. У нас есть в гейм-лупе текст, который мы сначала определяем ему шрифт и его размер. Через 10 минут закончится, кстати, урок, перезайдёт. Сначала мы определяем шрифт и его размер. После этого мы получаем один раз Surface, который мы получали вот здесь. Это нам нужно будет сделать один раз, а потом мы уже будем его получать вот здесь вот постоянно. Один раз нам нужно получить, чтобы у нас была поверхность для того, чтобы получить прямоугольник. Вот здесь вот мы оставляем Surface, потому что мы с поверхности, которую мы получили вот здесь вот, когда мы этот текст отрендерили, мы получили поверхность, с этой поверхности получаем прямоугольник. Хорошо. И после этого этот прямоугольник мы сохраняем один раз вот здесь вот и больше не переопределяем. Он у нас всегда будет таким же, потому что мы будем рисовать такой же текст, на таком же прямоугольнике, как бы в таком же месте. Единственное, что может быть, может быть, мы перенесём немного вот этот код, потому что размер текста всегда будет увеличиваться, поскольку у символа в нём будет становиться всё больше и больше, и, может быть, оно будет обрезаться. Но это мы сейчас увидим. Вот. Мы один раз сделали это всё, и теперь снизу отображаем наш текст на этом прямоугольнике. И сейчас всё должно работать. Enter. И снова TextScore is not defined, потому что ScoreText. Его не видно. А его не видно почему? Потому что его надо отображать после того, как мы нарисовали нашу... наш background. То есть мы сначала BG Draw, потом Car Move, Car Draw. его вот это всё отобразили, и очки у нас должны быть выше всех. Enter. И вот наш Score. Немного не угадал с шрифтом и с размером, потому что цифр не видно. Сейчас поправим. У нас сверху вот здесь 90 меняем на где-то 29, ну, не знаю, 24 давайте. И что? Ну, пока, наверное, всё. Изменим размер шрифта, изменится и размер Скоро. Вот. Всё хорошо. Он увеличивается, увеличивается. Единственное, он может в какой-то момент зайти за рамки. И видите, когда я умираю, он не обнуляется. Но это сейчас поправим очень быстро. Просто давайте посмотрим. Он же будет уходить за рамки, да? Но он не обрезается, и это хорошо. То есть мы отображали на прямоугольнике, который изначально, да, нарисовался меньше. То есть, когда мы рисовали Скоро, ноль, да, сейчас покажу, Annotate. Вот мы рисовали прямоугольник, и тут было написано Скоро, да, двоеточие там и ноль. Как бы тут прямоугольник не очень большой, правда? Правда. Но потом, когда мы брали, добавляли туда числа, видите, тут уже четыре числа, то есть там три, 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 три. Оно как бы выходит за этот прямоугольник, да? И я боялся, что оно может его не отобразить. Но оно его отображает. И отображает очень даже неплохо. Поэтому нам не нужно будет прибегать к дополнительным действиям. И это хорошо. Вот. Теперь давайте игру... Да, мы вышли. Давайте все-таки во избежание того, что у нас наш Скоро может выйти за экран, мы расположим его слева сверху. Ну вот. Угу. Так, ладно. Или показать вам, как все-таки его корректно располагать справа, сверху. Ну тогда нам придется прибегнуть к дополнительным действиям. Хорошо. Я, ну, все-таки попытаюсь рассказать как можно больше новой информации для вас, которую вы можете использовать. И внедрить вам понимание. Не знаю, насколько это хорошо выходит. Но я надеюсь, выходит достаточно неплохо. Поэтому давайте все-таки я вам покажу. У нас есть текст, давайте запустим снова, вот здесь справа сверху. Как я вам рисовал прямоугольничек, у нас происходит вот такая ситуация. И нам нужно, получается, каждый раз, когда добавляется число, его немного сдвигать, то есть влево, чтобы оно потом в будущем не выходило нам за рамки. Хорошо. Давайте попробуем это сделать. Выключим это и зайдем вот сюда. Посмотрим. Мы получаем наш rect. И мы берем, ставим ему центр. Но мы можем ставить не центр, а мы можем ставить следующую вещь. Мы берем этот. Заходим в документацию. Листаем. И у нас есть top left, bottom left, top right, bottom right. Мы берем, получаем вот какой-то из этих атрибутов. Ну, то есть мы берем, грубо говоря, получаем правую сторону или получаем левую сторону или получаем вниз или вверх. Соответственно, мы берем, говорим, что вверх и правая сторона. То есть нам нужно взять вверх, правую сторону, здесь указать, ну, значение от начала экрана. То есть вот это у нас экран. Да, а нам нужно нарисовать текст вот здесь. Нам нужно указать вот это вот значение и вот это вот значение. Соответственно, и получается, мы берем правая и верхняя. Пишем write равно windowWidth минус, там, допустим, 100. Ну, ладно, 10. И scoreTextract.top равняется, ну, пускай 10. Это будет уже верхняя граница. Давайте посмотрим, что у нас получилось и не сломали ли мы ничего. У нас все хорошо. Единственное, нам надо будет... О, как? Нам надо будет его переопределять. То есть у нас один раз определился прямоугольничек, когда 0 видно. То есть если мы запустим, у нас 0 видно, да, изначально. Ну, или когда там одно число. Одно число всегда видно. Вот оно. Теперь, когда у нас оно растет, нам его надо переопределять, чтобы оно сунулось влево. И, соответственно, вот это вот. Нам точно такие же действия надо будет делать вот здесь, внизу. Сейчас. Это все? Да, это все. Нам надо будет делать вот тут. Мы получаем surface вот здесь. И делаем, в принципе, все то же самое. И теперь у нас каждый раз score будет двигаться немного влево. И у нас никогда не произойдет в такой ситуации, что score выходит за экран. Разве что, когда вы наберете чисел столько, что они не поместятся в ширину, и у вас он уйдет влево. Только в такой ситуации. Вот мы доходим до 1000, и оно снова сдвигается. Соответственно, считаю, что неплохо. Неплохо? Только вот это желательно все переместить в такую штуку, как функция. Потому что функция – это очень хорошо. Сделаем dev display play score. И тут мы, наверное, передадим фонд. Думаю так. Потому что мы не будем каждый раз переопределять вот эту строчку. То есть вот эта строчка у нас останется такой же. Типа мы ее определим как score text. Мы ее даже можем вынести за пределы этого всего. То есть где-то, где-то, где-то в самом начале. Там, скажем, где-то здесь. Вот сюда запихнем score text. Он у нас уже будет. Чтобы каждый раз не понагружать его и не дергать лишний файлик. И функция, которую я назвал display score, мы ее тоже перенесем в секцию, там, где у нас все функции. Вот у нас одна, вторая, третья, четвертая. И по алфавиту она должна располагаться где-то ABCD. То есть она даже должна располагаться перед этой. Продолжаем запись. Так, остановились мы на том, что я сказал, что мы не будем каждый раз переопределять нашу переменную, где находится шрифт. Вот. Передавать мы ее сюда тоже не будем, потому что функция и так будет знать о переменной, которая находится выше, чем она. Вот score text переменная, она будет о ней знать. И в display score мы только засунем... Ранее включили, да что? А, снова, да? Отлично. Включаю один, забываю за второй. Вот, включил. Надеюсь, видно. То есть display score и так знает о том, что score text у нас есть такая переменная. Поэтому нам в display score надо всего лишь передать... Ну, точнее, не передавать, а переместить те строчки, где мы отображаем наш текст. То есть вот это вот. Там где render и его позиция. Так, вот здесь display score. Вот. И сюда мы ничего даже не передаем. Только будем еще рисовать. То есть вот это мы исключаем. Вот эту строчку мы еще переместим. То есть там, где оно отрисовывает его. Все-таки у нас функция называется display. Потому что мы должны его рисовать. Брит. Скор. Текст. Сорфиес. Скор. Текст. Трект. И после того, как эта функция заканчивается, мы будем делать update. То есть мы тут делаем display score. И ничего туда не передаем. Оно... Оно должно теперь работать хорошо. Запускаем. Enter. Score is not defined. Потому что score у нас находится здесь. Хорошо. Тогда мы сюда все-таки будем что-то передавать. Мы будем передавать сюда score. Потому что score важно объявить именно здесь. Потому что это game loop. И вот display score. Он у нас в самом верху. Мы его сюда передаем. И назовем его тоже score. Чтобы мало не казалось так. И немного скроем наши функции. Потому что они занимают слишком много места. Мне слишком долго листать. Это немного неприятно. Вот. Background класс я уже скрыл. И так долго листать. И... Все поскрываем. Уберем ненужные пробелы. Хотя... После класса вообще... Принято два пробела. Но... Мы оставим один. Вот. И так код намного короче кажется. Вот. Так-так-так. Game pause тоже мы скроем. Game menu тоже скроем. Выключим аннотации. Уберем все аннотации, которые у нас уже были. Вот. И... И... Вот это уберем. И все. Вот у нас код получился очень маленьким. Когда мы все скрыли. У нас несколько классов. Пару функций. И... В принципе на этом все. Запустим. Посмотрим. Что у нас получилось. Enter. И вот у нас скоро начинает двигаться. Все окей. У нас... Ну... Главный цикл вырос всего лишь на одну строчку. Game loop. Мы добавили туда только display message. Ну... Display score. И... Добавили... Score. Сам непосредственный. Добавили score плюс равно один. Ладно. На три строчки. Соврал. Но... Теперь у нас есть количество очков. Теперь... Думаю мы еще успеем сделать такую штуку как обнуление и сохранение наибольшего результата. Который у нас был. Давайте это сделаем. Соответственно где у нас будет происходить обнуление? Обнуление у нас будет происходить там где функция crash у нас должна быть. Думаю это у нас находится в hero или в check collision. Вот здесь по-моему да? Да. Когда мы... У нас происходит check collision. Мы... Если они совпадают, возвращает единица. Тогда мы их крашим. И соответственно именно в этом моменте нам нужно сохранять score который у нас уже есть. Но чтобы его сохранить нам нужно его откуда-то получить. Да? А получим мы его откуда? Откуда мы его получим? Наверное мы все-таки вынесем из геймлупа отсюда переменную score куда-то на самый верх. Вот где-то сюда. Score равно 0. Вот. Чтобы не морочиться с тем, что мы сюда будем передавать его. И соответственно когда мы крашимся, тогда мы говорим, что score равняется нулю. Вот. И max score равняется score. И тогда переменную max score мы должны еще объявить вот здесь, чтобы все о ней знали. Мы напишем max score равно score. Даже можно написать вот таким вот интересным способом. Max score равно score равно нулю. Очень кратко и удобно. Всем понятно, что это равно этому, а это в свою очередь этому. Ну, красиво. Я считаю. Так. Мы сохраняем max score и обнуляем наш score. Давайте посмотрим, или это действительно так работает. Попробуем. score referenced before assignment. В геймлупе. Ну, как это так? Она уже должна быть объявлена. Ей должно было быть присвоено 0. Ладно, давайте попробуем так сделать. Так должно, в принципе, работать. Нет. Не работает. Local variable score. Давайте посмотрим, может, я забыл убрать что-то из геймлупа. В геймлупе... Все хорошо, казалось бы. Но он почему-то не знает о переменной score. Да, я понял. Почему, наверное? Потому что нам нужно указать, что она глобальная. Ну, то есть, она находится не в этой функции. Но, опять же, у меня с этим возникает небольшой вопрос. Потому что один раз она работает, другой нет. Понимаю, что это рассуждение больших слух. Но, как нам заставить вот эту переменную работать? Есть вариант написать... Сейчас. Есть вариант убрать вот эти строчки и, да, написать их действительно в геймлупе. Как у нас было до этого. У нас есть какой-то score. И мы эти очки потом передаем функции, те, которые нам надо. Но, как раз-таки, вот этот вот CheckCollision, мы в него просто нежелательно передавать каких-то параметров, которые лишние здесь. Но здесь оно должно просто проверять, колладится оно или нет. Нам нужно будет идеологически немного поменять код. Потому что лучше разбить его на несколько функций. Тогда он будет более продуктивно работать. У нас есть функция, которая есть CheckCollision. Да, мы проверяем, или они колладятся вместе, или соприкасаются. Если да, тогда нам нужно вернуть правду. То есть вот это все я сейчас закомментирую. И если да, то тогда мы возвращаем True. Да, правду. То есть они колладятся. И в противном случае я верну False. Почему я написал именно так, а не через Else? Потому что если они соприкасаются, тогда оно возвращает по-любому True сюда. А если не соприкасаются, тогда оно по-любому возвращает как бы False. Да? Ну, если оно вернет True, оно сюда уже не пойдет. А если оно не вернет True, то есть это неправда, оно вернет False. Как бы логично. А вот эти вот строчки, которые я здесь закомментировал, нам нужно будет вынести в отдельную функцию. Дев, допустим, назовем ее GameReset. То есть игру мы перезапустим. И что мы сделаем? Вот эти все строчки, которые у нас были там, мы напишем здесь. GameReset. То есть у нас идет CheckCollision. Мы проверяем, или они соприкасаются. Если соприкасаются, мы вызовем функцию GameReset, в которую мы передадим непосредственно сам Score, где мы его как раз таки и запишем в MaxScore, вот, и обнулим его. Звучит как бы логично. Вроде бы все так и должно сработать. Хотя вот сюда передавать Score мы не будем, потому что если мы его передадим туда, он станет локальным. А локальная переменная – это та переменная, которая находится именно здесь, именно в этой функции, а не где кроме этой функции. А глобальная – это та, которая увидит все функции. Вот. Ну, давайте попробуем что-то такое написать. Или давайте, ладно. Я вас отпущу на перерыв. Я сейчас сам попробую. И уже когда вы вернетесь, я вам просто расскажу, как это все есть на самом деле. Поэтому, ладно. Сейчас будет перерыв 20 минут до, пускай, 12.15. Вот. Это будет 22 минуты для вас. Хорошо. Я вас отпускаю. Можете идти. А я пока посижу, попробую. Вот мы продолжаем. И сейчас я расскажу немного про локальные и глобальные переменные. И это нам поможет решить нашу проблему с очками, которые мы пытались добавить в нашу игру. Ну, то есть, score переменная. Как у нас происходит? У нас есть такая штука, как game loop. То есть, dev game loop. Ну, я просто назову его точно так же, как там. И в нем происходят какие-то действия. То есть, там, ну, какие-то действия. И в какой-то момент мы захотели использовать переменную score. Score. Да? А переменная score у нас находится вот здесь. Score равняется нулю. Допустим. Ну, или единице, пусть будет более показательным. Вот. Равняется единице. Что это значит? Это... Ну, по идее, этот код должен работать. Просто функция берет значение глобальной переменной. Глобальная переменная – это та переменная, которую видят все функции. Сейчас, секундочку, подождите. Двери закройте! У нас есть здесь score равняется единице, game loop, в котором этот score используется. Score глобальная переменная, потому что ее видят все функции. Если я создам еще какую-то функцию, там, func, в ней тоже попытаюсь вывести score, оно мне и там, и там его выведет. И давайте мы это даже проверим. То есть, видят ли game loop и func эти переменные. Сейчас я запущу этот код. Python testpy. 1-1. Ну, видят, как бы, score. У нас 1, оно его вывело. Вот. Так, теперь сделаем такую штуку. Создадим здесь переменную, которую назовем, допустим, other, и присвоим ей 2. А здесь создадим переменную other и присвоим ей 3. И вот сейчас это две разные переменные. Одна переменная, которая находится в func, она будет 3. То есть, если мы выведем score, запятая other, и вот здесь вот score, запятая other, оно нам выведет 1, 2, 1, 3. То есть, 1, 2, 1, 3. Потому что other это совершенно другая переменная. Потому что она локальная для этой функции. И эта переменная локальная для этой функции. После того, как мы выходим из этой, то есть, вот мы вызывали game loop, зашли, выходим, и вот здесь уже other не существует. func, также other, создали, сделали, вышли, и его уже после выполнения функции не существует. То есть, game loop закончился, все. Вот здесь вот мы уже даже, если попытаемся вывести other, да, то есть, мы как бы его присваивали в game loop, но если мы здесь его попытаемся вывести, у нас возникает ошибка, потому что other is not defined. Other у нас находится внутри вот этих функций. Но мы можем сделать такую штуку, как глобальный other. Давайте попытаемся его сделать. Мы сделаем other, равняется 4, да, и попытаемся его теперь вывести. Other. И что у нас получится? Мы выводим 1, 2. Оно выводится с game loop, вот, то есть, двоечка. И единичка со score. И у нас выводится other, который общий. Вот он вывелся, четверочка. Потом у нас выводится, соответственно, other, который троечка, и print score other. Вот. Вот так вот работают глобальные переменные. То есть, это у нас глобальная, но при этом, когда мы изменили эту, да, мы ее как бы изменили на 2, но мы потом берем и пытаемся ее вывести. Ну, то есть, казалось бы, если пример со score, у нас есть score, который равняется 0, ну, или там равняется потом единице, да, нам надо его сделать нулем. Мы пытаемся это сделать. То есть, мы берем other, говорим 2, то есть, score равно 0, да, и попытаемся вывести, а оно нам выводит все равно предыдущее значение, потому что этот other, он остался локальным. То есть, мы его сделали как для этой функции, но не для всех остальных. Это небольшая проблема, но она легко решается с помощью ключевого слова. То есть, давайте мы немного упростим этот код. Сделаем вот так. У нас есть game loop, в котором мы будем делать score равняется 2. Давайте, мы сделаем так. Print. Выведем before game loop и напишем здесь score. Да, то есть, score, понятно, что мы его видим, потому что это не функция, это просто код, он выполняется, мы его точно видим. Потом, вот здесь вот в game loop, как мы сделаем? Мы сделаем такую штуку. In game, не, я забыл написать print. Print in loop. Напишем так. In loop, запятая score. Оно же выведет, да? Мы помним. А, забыл, что здесь у нас pass. Оно выведет. Other is not defined. Вот так. Before game loop. У нас оно равно 4. Скоро 4, да? Все понятно. In loop 4. Окей. Теперь мы хотим изменить так, чтобы после того, как мы выйдем из нашего game loop, вот здесь вот, мы напишем after game loop. После нашего game loop. Мы напишем score. Опять запустим. Before game loop 4, in loop 4, after 4. Окей. Теперь мы вот здесь вот, как делаем? Делаем такую интересную штуку. Пишем global score. Это значит, что мы определяем переменную score, да? Такую же, как здесь. Но при этом, если мы ее будем менять, изменится и вот это. То есть, мы берем, говорим global score. Говорим, in loop, напишем before change, перед изменением. И я тут. Хорошо. Наконец-то ты пришел. Это хорошо. А вот здесь мы напишем in loop after change, а вот это уже after game loop, то есть это в цикле, это уже вне цикла. И напишем здесь такую штуку. Score минус равно 1, да? Отнимем от score единицу. И посмотрим, изменится ли этот score. Запускаем и смотрим. Мы заходим, мы сначала печатаем вот это. Before game loop, запятая score. Напечатали. 4. Вот как у нас сверху на второй строчке. После этого заходим в нашу функцию game loop. Здесь мы берем, изменяем score, да? Говорим, что он глобальный, во-первых. После этого его печатаем еще раз, чтобы убедиться, что он действительно 4. Вот мы напечатали 4. Изменили, отняв единичку. И опять мы говорим, типа, что after change 3. То есть он в этом цикле game loop, он остался таким, как мы его изменили. Но при этом, после того, как мы вышли из цикла, все равно этот score остался 3. Потому что мы сказали, что он глобален. Вот так работают глобальные переменные. Это то, что у нас плохо работало. Что мы делаем? Ну, ты немного пропустил. Сейчас я остановлю запись и расскажу еще раз бегло. Так вот, я пытался maxscore и score изменить, да, в функции displayscore, да? Но я этого не мог сделать. А нет, не в функции displayscore, а в game reset. Вот. Я здесь этого не мог сделать, потому что, грубо говоря, вот эта строчка, она считается, она считается локальной, да? То есть я не прописал, что score у меня глобальный. Поэтому, когда я ее меняю, у меня score не меняется. И все так же продолжает идти. То есть, грубо говоря, я столкнулся с монстриком, когда у меня было score 150. После этого игра возобновилась. Эта строчка сработала. Но score все равно продолжал выводиться 150 и дальше. Ну, типа 150, 160, он не обнулился. Потому что мне надо было бы глобально сказать, что score у нас равняется нулю. То есть, глобальный score и глобальный maxscore, этот равняется нулю. А maxscore каждый раз обновляется. То есть, если мы набрали очков больше, чем предыдущий раз, то тогда maxscore равно score и score равно нулю. Вот как-то так. Это делается, когда мы умираем. Ну, то есть, если сталкиваемся с нашим монстриком. Все. Вот так это работает. С этими глобальными и локальными переменами. Я немного тогда запутался, потому что я не хотел вам рассказывать о них прямо на ходу. Но сейчас я немного подготовился и вот рассказал. То есть, вот тут мы их определяем как ноль в самом начале игры. А потом вот здесь мы их, ну, вот так вот переопределяем с помощью global score и maxscore. Также, также нам нужно зайти в game loop и здесь написать global score и maxscore, потому что здесь мы тоже их изменяем. Если мы хотим, чтобы изменялись именно глобальные, которые, видимо, для всех функций, мы берем и пишем эти строчки. И после этого вот здесь вот внизу мы меняем. Говорим, score плюс равно 1 и displayscore. Еще я написал функцию displaymaxscore, но я в нее ничего не написал. То есть, пока что она не работает. Сейчас я ее покажу. Displaymaxscore. Просто заготовочка, spas. Там ничего нет. Но мы сейчас напишем это. И вот здесь внизу я сделал, после того, как мы все рисуем, мы уже проверяем или, ну, отрисованная машинка столкнулась с врагом. И если да, мы делаем game reset. И, ну, game reset вы уже видели. Покажу, конечно, еще раз. Мы спим одну секунду. После этого мы изменяем global score и max score. И вот, соответственно, восстанавливаем позиции и говорим, что hero у нас крашнулся. Ну, как-то так. Вот. Надеюсь, вам было понятно вот эта штука с локальными и глобальными переменными. И сейчас я напишу какой-то небольшой код. А вы мне скажете, типа, какое значение оно должно принимать. Или какое значение оно будет принимать или будет работать или нет. Давайте. Я пока сохраню то, что у нас там. И вот. У нас есть какая-то функция, пускай. Сейчас. Тут у нас будет тоже. Давайте переменная score, чтобы не путаться. Сделаем ее 0. Вот эти вот значения я тоже оставлю, просто чтобы выводило. И вы мне должны... Я не буду запускать код, а вы мне должны сказать, как оно будет себя вести. Если что, я объясню еще раз. Вот у нас есть score равно 0. И я беру такой, говорю, score плюс равно 1. Да? И говорю, print. Loop. Score. Score. И чему же оно будет равно? А ну давайте чат. Смотрю. Можно на секунду отойти. Ну, можно, София. Но я тут как раз, типа, спрашивал. Ну, давайте, подумайте пока немножко. И ответьте мне. Что будет выводиться? Не, ну, типа, оно будет работать. Ну, хорошо. А что тогда будет выводиться здесь, здесь и здесь? Вроде бы 0, 1, 0. 0, 1, 0? Ну, хорошо. А ты что, Богдан, думаешь? И Артем тоже. Я тоже так думаю, Богдан пишет. Артем, ты слышишь? Потому что я тебя не слышу. Хорошо. Раз, два, три. И Артем не отзывается. Хорошо. Я запущу код и посмотрим, что произойдет. Local variable. Score. Reference. Before. Assignment. То есть, мы захотели добавить единичку к переменной, которая еще не существует. Опять же, почему ее не существует? Потому что это то же самое, как я написал бы вот так вот. Score равняется score плюс 1. Смотрите, в чем прикол? У нас есть score и этот score. Соответственно, оно как бы сначала, оно пытается его использовать как глобальную переменную, но неизменяемую. То есть, сначала мы пытаемся, ну, как неизменяемая переменная, да? То есть, мы ее сюда пытаемся подставить, да? Подставляем как бы 0, да? Получается 0 плюс 1. Но потом мы смотрим, что у нас есть такая локальная переменная, да? То есть, у нас есть локальная переменная score. Тогда зачем нам использовать глобальную переменную, score? Хорошо. Давайте тогда используем локальную переменную. Оно хочет взять локальную переменную, но ее нету, потому что мы до этого не написали, допустим, score равно 0. Если бы мы так написали, ну, был бы другой результат. Вот. Но поскольку мы не написали, мы не определили локальную переменную, у нас случился такой конфуз, что оно смотрит, ага, если мы изменяем, значит, она локальная. То есть, а если мы ее не изменяем, значит, глобальная. Но при этом, если мы напишем слово global, global score, тогда оно точно будет знать, что оно глобальное, и изменяем мы глобальную, и выводим мы глобальную. То есть, это все, это глобальная переменная для этой функции. Как-то так. Хорошо, давайте тогда еще один пример какой-нибудь. Что выведет print вот этот код? Ну, блин, оно, типа, должно вывести 0-0-0. Богдан? Типа, если есть какой-то подвох. Или нету? Богдан, Артем, скажите что-нибудь, пожалуйста. Думает. Хорошо, Богдан думает. Да, и еще 15 секунд. Типа, мы здесь ничего не изменяем? Угу. Да, это правильно. Вижу, Артем тут, но, в общем, Артем, ты должен сказать, что выведет этот код. Богдан говорит 0-0-0, София тоже. А Артем не понимает. Ну, я бы пытался уже объяснить, но сейчас еще будут примеры, и я надеюсь, спустя примеры вы поймете. Но, в общем, вы были правы, он выводит 0-0-0. Только потому, что... Сейчас. Он выводит 0-0-0, потому что мы не изменяем переменную скорую. Вот, это, на этом я хотел наголосы, скажем так. Запустим, вот, 0-0-0. Хорошо. Давайте тогда теперь такой пример. Принт. Вот. Что оно выведет? Смотрите, вот это снова-таки локальная область, глобальная, это весь код. Ну, оно, типа, должно было вывести 0-0-1-0, но, типа, мы его изменили, так что здесь оно не будет работать. Угу, хорошо. Артем? Богдан? Я, собственно, совсем ничего не понял. Я даже не понимаю, что это... Типа, оно нужно вывести как-то 0-1-0-1. Смотри, самое главное, что сначала работает не этот, 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 этот. То есть, ну, не в такой последовательности, оно работает так. Работает этот, потом работает этот, этот, а потом на 12-й. То есть, десятая строчка, пятая, седьмая, двенадцатая. То есть, оно выведет 0-0-1-0. Говорит Богдан, но была права София, оно ничего не выведет. Потому что, опять же, если бы у нас не было вот этой строчки, оно бы сработало. Как это работает снова? Ну, питон, он как делает? Он берет, заходит сюда, в функцию, смотрит. Ага, мне нужно вывести score. Хорошо, я его, допустим, ну, выведу. Но потом он смотрит следующую строчку. Ага, мы, как бы, присваиваем score у единицу. Да, то есть, сначала он думает, хорошо, я выведу глобальный. То есть, вот это глобальный score, который видит все функции, да? То есть, который видит, видно вообще в любой части кода. Он думает, хорошо, я его выведу. А потом такой, блин, нет, я его не выведу, поскольку у нас есть локальный score. И локальный, который находится в этой функции, то есть, локальный, это значит, он принадлежит функции, именно этой, а не какой другой. То он такой, блин, мне, наверное, надо было бы использовать его здесь. Но его еще нету. Как бы, когда я иду, на пятой строчке мне надо его вывести, но до этого мне его не определяли. Поэтому я выведу ошибку. Но если я эту строчку убираю, как только я ее убираю, что оно выведет? Подобный пример у нас уже был, но давайте еще раз. Вот у нас есть три принта, надо три числа. Помним, сначала работает десятая строчка, потом седьмая, потом двенадцатая. Ну, то есть, такая последовательность. Не, ну, типа, вы сказали, если мы уберем первую строчку, то тогда не будет ошибки. Так что оно выведет 0, 1, 0. Да, но кто-то мог бы сказать по-другому. Кто-то мог бы сказать 0, 1, 1. Вот, потому что он бы забыл про слово global. Но сейчас выведет 0, 1, 0. Да, оно выводит здесь 0, глобальный. После этого score равняется единице, но локальный. Локальный score. И после этого выводится score, но, типа, локальный, который здесь. После этого программа забывает про то, что у нас есть этот score, потому что как только мы выходим из функции, все локальные переменные, они сразу очищаются. То есть, вышли из функции, и всё. Все переменные очистились. И вот в этом уже принте используется score, который на второй строчке. Вот так это работает. А у меня вопрос один. Да. А если score будет до print in loop, ну, типа, score будет самым первым, то тогда ошибка будет или нет? Вот так? Типа, если мы вот так вот поставим? Типа так. Ну, если так, то это же, ну, то же самое, что, в принципе, вот так вот. Ну, то есть, просто два раза выведем, ну, и всё. То есть, нет, не будет ошибки, вот так выведет. То есть, print in loop, 0, 1, 1, 0. Before loop, in loop, in loop, after loop. Ну, тогда зачем нам это? Мне интересно. Ну, надо. Ну, смотрите, опять же, если возвращаться, к примеру, с очками, которые у нас есть для нашей машины. Осталось, кстати, 10 минут. Это в 58 минут у нас закончится конференция. Я перезапущу. Так, у нас есть очки, которые у нас здесь находятся, да? Но нам надо их поменять. Соответственно, я когда беру, пишу равно единице, оно не меняется, потому что оно меняется только локально. А мне надо, чтобы другая функция, вот есть другая функция, def print score, score. Я в нее ничего не передаю. Опять же, print. И мы здесь напишем score, запятая score. А, ну я ее не вызвал. Ну, в общем, ладно, хорошо. Я тут один уберу, чтобы не было лишнего. И что я сделаю? Что я сделаю? Вот у нас... Тут какой score выводится? Вот здесь. Ноль? Да. Ну, надо было сказать глобальный. Здесь выводится глобальный score, потому что мы его не меняем. Опять же, здесь меняем, тут локальный, тут не меняем, тут глобальный по умолчанию. Все, хорошо. Потом, что мы берем? Мы в геймлупе его меняем, вот как в нашей программе с машинкой. Мы в геймлупе его меняем, каждый раз добавляем единичку, да? Плюс один, плюс один, плюс один, плюс один, а потом в какой-то момент мы его выводим. Так вот, после того, как мы... Давайте напишем after loop, вот здесь вот, да, тут будет score, и потом напишем print score еще, вот так вот, print score. То есть сначала вот это выведется, потом выведется вот это, вот это и вот это. Мы хотим изменить score на единицу и после этого вывести его с помощью функции print score, да? Ну, грубо говоря, у нас... Допустим, у нас здесь этого нету, да? И тогда мы использовать бы только вот эту функцию. Но вот это мы оставим сейчас просто для индикатора, для того, чтобы мы знали, какие значения оно где принимает. И мы заходим, берем before loop, ага, берем score глобальный, вот этот, выводим 0, Заходим в game loop. В game loop он берет, говорит, локальный score равно 1. Локальный выводим здесь, после этого выходим из функции, и здесь выводим, как бы, тоже 0, потому что у нас изменился только локальный здесь. Нам же нужно, нам же нужно написать global score, чтобы этот скор изменился на единицу уже глобально. И тогда нам вот этот print score вывел бы то, что нам надо. Ну, грубо говоря, вот этот принт и вот эта функция они работают очень одинаково, очень похоже. Давайте сейчас попробуем... Мне зашло. Сейчас запустим так, запустим без global, да? Без global у нас как? Так, мы берем глобальный, выводим его здесь. Окей, вывели. Потому что вывести можно, это у нас один и тот же, как бы, местонахождение переменных. То есть, если мы не в функции, мы находимся в одном пространстве имен. Это так называется, пространство имен переменных. То есть, у нас есть какие-то имена, которые мы можем использовать, и мы их успешно используем. Вот, использовали одно, мы можем его здесь менять и что угодно, потому что для функции принт, вот здесь, оно локальное. То есть, смотрите, очень... Иногда очень сложно уловить эту грань, но вот этот скор, он смотря для кого какой. То есть, он, конечно, глобальный, да? Он глобальный для вот этих двух функций, да? Он для них глобальный, но для вот этой функции принт он локальный. То есть, вот мы берем вот так вот, и он для этих двух функций глобальный, но для этих локальный. Почему он для них, вот для этих, он глобальный? Потому что вот эти строчки кода, эти строчки кода, они находятся на уровень выше. То есть, эта строчка у нас на нулевом уровне. Ну, видите, тут нету ни одного таба. То есть, у нас тут ноль табов, это нулевой уровень. Здесь все функции, и даже не функции, а здесь все вызовы каких-то аргументов, ну, вот эти все вещи, они равны. То есть, для функций принт скор является локальным, потому что он находится на одном и том же уровне. Для геймлупа он уже не локальный, потому что мы видим, что в геймлупе он как бы определен как глобал, да? Ну, то есть, даже если мы вот это уберем и оставим только принт, этот принт, он уже глобальный. То есть, это уже не локальная переменная, потому что она находится на уровень выше, чем есть этот принт. Этот принт на уровень ниже. То есть, это выше, это ниже. То есть, это глубже находится. На один уровень больше. Соответственно, это уже глобальное. Мы печатаем локальную, заходим, печатаем глобальную, выходим, печатаем локальную и заходим, печатаем глобальную. Для... Ну, давайте мы это запустим, посмотрим, что у нас происходит. Сейчас, я не сохранил. Запустим. Видим 0, 0, 0. Везде 0. Потому что, если мы просто печатаем в функции, нам не обязательно указывать, что это глобальная переменная. Это не обязательно. Потому что глобальная переменная можно просто читать, ну, как бы просто печатать. Это не запрещено. Это можно делать. И поэтому нам оно не ругается. То есть, мы просто testpy и все. Оно выводит везде нули. Теперь, если мы захотим поменять глобальную переменную, вы уже все поняли, где у нас находится глобальный скор, а где локальный? То есть, глобальный во всех, а локальный только в функции одной. Давай так, хорошо, еще раз. Типа локальный, это в одной, как бы, функции, а глобальный, это тот, который использует абсолютно для всех функций. Я понял, что я забыл немного объяснить. Я забыл сказать еще такое. Я сказал, что относительно какой-то функции или относительно какого-то места мы можем определить, какая эта переменная для нас является. Давайте сделаем так. Вот у нас есть функция game loop, которая называется. Мы здесь сделаем переменную var2 и сделаем такой же print, print var, и здесь напишем 2. Так вот, для этого принта, ой, прошу прощения, написал 2, надо было написать var. Для этого принта эта переменная локальная. Да, то есть, вот, для этого принта эта переменная локальная, для этого принта эта переменная var тоже локальная. Но ее, как бы, здесь нету, но если бы мы здесь написали var, то принт считал бы эту, ну, переменную локальной. Но, для этого принта score тоже является локальной. То есть, мы смотрим в зависимости от уровня. То есть, вот здесь вот у нас 0 уровень и здесь у нас 0 уровень. То есть, мы видим, что тут нету табов. На 14 и на второй строчке нету табов. И там и там эта переменная на одном уровне, значит, она локальная для этого принта. Но, когда мы смотрим на вот этот принт, эта переменная уже начинает быть глобальной. То есть, вот эта переменная глобальная, Она для всех принтов. Хотя для этого принта var, который находится здесь, она локальная. То есть локальные переменные это те, которые находятся на одном и том же уровне. То есть у нас есть такая переменная, она тоже локальная, мы ее тоже можем вывести. Но вот этот принт про эту переменную вообще ничего не знает, потому что она умирает, как только заканчивается цикл. А вот эта переменная, она умрет, как только закончится файл. То есть как только мы пройдем до 20 строчки и закончится файл, только тогда эта переменная умрет, скажем так. И вот как-то так это работает. Давайте теперь еще раз. Мы сделаем такую штуку. print, score. Мы внутри лупа тоже будем выводить score, но... Все, включил. Мы его хотим... Мы определили, что все, мы хотим менять score. Да, если мы его будем менять, все, мы говорим global score. Берем его и выводим. После этого мы можем к этому score плюс равно 1 сделать. Добавить единицу. То есть у нас 0 изменится на единицу. И после этого у нас... Можем еще вывести. Ну, точно такую же операцию сделать. То есть раз, два. Делаем такую штуку. После этого смотрим, какой он будет после цикла. И потом смотрим, какой он будет в определенной функции. То есть в другой функции. Изменится ли он в функции. Он меняется здесь, да. Для этого принта локальный score изменился. А изменится ли глобальный score для этой функции? То есть это нам тоже надо проверить. Видите, пока что тут нету слова global. И интересно, изменится или не изменится. Как это будет вообще работать? И смотрим. Да, оно изменилось. То есть мы смотрим before loop. Before loop это 15 строчка. Выводится 0. Потому что оно выполняется самым первым. Там, где когда еще score равно 0. После этого мы заходим в сам цикл. Говорим, что score глобальный. Выводим глобальный score. Score 0. Ну, потому что мы его не меняли. Меняем на плюс 1. Выводим score. Опять же глобальный. Он равняется единице уже. Это вторая строчка loop. Вот. Потом мы заканчиваем нашу жизнь нашей функции game loop. Но жизнь переменной score продолжается. Потому что она как бы еще в области видимости других каких-то переменных. Ну, точнее функции. Ну, вообще в другой области видимости. На уровне 0. А уровень 0 еще живет. Поэтому мы заходим в after loop. Да. Я вроде бы тебя и раньше видел. Хорошо, Артем. Окей. Не, я просто с телефона только что зашел. Ага. Хорошо. В общем, мы еще заходим на 17-й строчке в score. Оно берет локальный здесь. Здесь локальный score выводит его. Но локальный score для нее изменился в функции game loop. Для которой он был глобальный. Эти связи немного надо устаканить в голове. Это просто меняется ваше мировоззрение сейчас. И потом вот этот локальный score, он уже равен единице, как мы видим. Вот здесь. After loop. И когда мы заходим в print score, здесь он уже глобальный. То есть, хотя мы это не написали. Мы не написали. Но мы не написали только потому, что мы его не меняем. И здесь мы тоже его выводим. И он тоже один. И если бы мы его еще здесь хотели изменить, мы пишем так. Global score. Обязательно пишем это перед всеми использованиями. То есть, если мы хотим использовать глобальную переменную, мы не можем написать вот так вот. Ну, то есть, это будет бред. Оно скажет, что score is used. Ну, короче, оно как бы использовано перед тем, как мы его сделали глобальным. Ну, то есть, это немного неправильно. То есть, мы сначала делаем его глобальным. После этого используем. И после этого можем изменить его. Ну, там плюс, плюс, равно один еще сделать. Да. И давайте его еще выведем. Вот здесь вот print. After. Print after print. И здесь выведем score. Опять же, для этого принта локальный. И вот, для этого принта, локальный, он уже два. И, собственно, вот так вот это работает. И весьма успешно. И сейчас вы пока посмотрите на это все. Мне нужно буквально на одну минуту, я очень быстро вернусь отойти. Спасибо. 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 Так, я тут. Так, я тут. И, надеюсь, вы поняли. Вот, скажите, кто понял, кто не понял. Ну, я поняла, вроде бы. Богдан тоже пишет, что понял. Вот я себе взял второй монитор, и мне намного удобнее, потому что на одном мониторе у меня чат, потом количество участников, ну, запись ведётся, а на другом мониторе я показываю всё, что есть, ну, типа, что видно вам, и что я записываю как раз. Ну, в общем, удобнее. Так, я вижу, что Артём тоже написал, что понял. Надеюсь, Виктору тоже будет более понятна эта вещь, чем есть сейчас. Хорошо, теперь давайте допишем уже очки в наш код, типа, как мы их реализуем. Опять же, применяем тот же подход. У нас есть локальная переменная maxScore и score. Да, локальная для вот этого нулевого уровня. Здесь все эти переменные, они локальны. Почему мы, соответственно, можем использовать white, red, green, blue, black, grey в функциях? То есть до этого мы об этом не задумывались, но почему мы их можем использовать? Потому что мы их нигде не меняем. Если мы их не меняем, все глобальные переменные... То есть, вот, грубо говоря, вот есть функция, сейчас, 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 где-то тут цвет должен быть. А, вот, black, да? То есть у нас есть функция displayScore, у нас есть black. Но мы же не пишем, что он global. Мы не пишем просто потому, что мы его используем и не меняем. Вот. И каждая переменная, которую мы не меняем, можно вот так вот ее просто без global писать, и все хорошо. Это сделано для укорочения кода, чтобы он был не таким большим. Да, и тем более, очень много переменных, которые мы используем. Я вот не очень понял, как вводятся числа правильно, но я понял, типа, глобальные и локальные... Переменные. Переменные, да. То есть ты не совсем... Я не понял, как она выводит числа, типа, как это работает. Но я понял, что такое локальное и что глобальное. Сейчас я даже вот это вот сохраню, потому что оно мне еще понадобится. Давай еще раз проберемся по тому, как оно выводит числа. Вот у нас есть локальная переменная для этого, maxScore и score. А потом у нас, опять же, есть вот здесь вот... Тут я, кстати, это уберу. Вот здесь вот вывод нашего score, и он здесь не меняется. Мы видим, что он здесь не меняется, значит, мы его можем использовать, не писать global слово. Оно выведется. И я снизу уберу вот здесь вот, там, где displayScore и displayMaxScore, вот эти параметры. Потому что они нам не нужны теперь. Мы теперь знаем, как работают глобальные и локальные, и мне не нужно ничего нового придумать. Вот. Что мы делаем? Ну, мы говорим, что мы выводим, мы создаем поверхность. Поверхность – это то, это очень абстрактная вещь, на которой может находиться что угодно. То есть поверхность сама по себе имеет какие-то размеры, она где-то находится. После этого на ней может быть что-то отображено, какие-то объекты может себе содержать. То есть это абстрактная вещь такая, общая, глобальная. Мы на ней, на этой поверхности создаем текст, который score. И добавляем туда строчку с, ну, типа номером score, грубо говоря, там, 10 очков, 20 очков, 30. И мы просто делаем это текстом. Вот. И выводим этот текст черным. После этого нам нужно изменить прямоугольник, на котором находится эта поверхность. То есть эта поверхность может размещаться на прямоугольнике, там, одном, типа с шириной в 200 или шириной в 300. И здесь мы именно хотим изменить у этого прямоугольника вот эти значения. То есть мы меняем значения право и вверх на такие, как ширина окна – минус 10 и просто 10 пикселей. Опять же, давай я нарисую, и мы посмотрим. То есть вот у нас, вот это у нас экран, да, такой большой, этот, синий. И вот здесь вот нам нужно отобразить score. И вот это, вот это, это у нас топ. Ну, я рисую на тачпаде, мне очень неудобно, прошу прощения за почерк. И вот у нас получается вот этот вот прямоугольничек, да, это как раз текст. Вот этот вот score, rect, это у нас вот этот прямоугольник. Вопрос другого, мне стало интересно, у вас же вроде ноутбук. Ещё раз? У вас же вроде ноутбука. Ну, так у меня тачпад. Так, а вы же говорите, а как ты отличишь их ноутбука два монитора? Ну, у меня есть разъёмы, есть разъёмы HDMI, есть разъёмы VGA и даже другие, просто смотря какой, насколько новый у тебя ноутбук. Ну, ты втыкаешь. Можно делать? Ещё раз. Типа можно делать? Два монитора? Ну, да. Да. Типа можно. Ну, у меня сейчас два монитора ноутбука. А как я вам показывал, соответственно, презентации, или как я вам показывал свой код на этом? Просто я как бы не задумывался о том, что можно подключить монитор, но к телеку как бы, да. Не знаю, я попытался как-то просто подключить ноутбук по обычному тому же, где она к монитору. У меня нифига не получилось. Ну, его ещё надо было бы настроить, но у меня это настраивается достаточно просто. Раз уж мы отошли от темы, хорошо, я скажу. У меня на Linux есть такая штука, как Display Configuration. Сейчас я вам покажу это окошко, где это всё настраивается. Вот вы его видите. Все. У меня есть... Сейчас я перестану рисовать. У меня есть вот этот левый экранчик. Это тот, который вы видите. Это мой второй монитор, не основной. Основной у меня вот, laptop screen, типа экран ноутбука. У него есть такое разрешение, и у моего монитора второго такое же разрешение. Здесь у меня стоит flag Primary. Это значит, что он основной. И Enabled, это значит, что включён. Потом здесь должно ещё стоять такая штука. Вот тут вот не должно стоять... Сейчас. Реплика of none. Ну, то есть, мне не нужно его повторять. Мне нужно, чтобы он расширивался. То есть, да, у меня должно происходить расширение экрана на два. И, соответственно, вот вы видите здесь иконки. Я их немного передвинул. Я их передвинул, потому что этот левый монитор у меня стоит немного выше. То есть, я могу видеть, двигать их. Он у меня стоит немного выше, чем мой правый. Поэтому я его так поставил. И теперь, когда я ввожу курсор вправо-вниз, я перехожу на экран монитора, ноутбука. И наоборот. Я могу их поменять местами, если вдруг я в реальной жизни их поменяю местами. Но вот как-то так это и работает. Тут просто надо поставить правильные настройки. Можно менять ориентацию, количество герц. Но это такое, типа, не очень важно. Реально удобно. На Windows немного по-другому. И реально очень удобно. Очень удобно, когда вы оверстаете сайты особенно. Вы просто в левом мониторе вы включаете сайт, а в правом мониторе вы пишете код. И видите сразу там, как меняется сайт. Да, это классно. Так, ну, надеюсь, с этим не будет вопросов пока. А мы продолжим здесь. У нас есть наш скор, который нам нужно вывести. Мы его вот так вот выводим. Мы его здесь не меняем. Топ у нас 10. Да, и здесь у нас, соответственно, ширина окна. То есть вот эта вот вся ширина, да. И минус 10. Ну, минус чуть-чуть. Ой. Ctrl-Shift. Да. Вот. Это, соответственно, по параметрам, которые у нас есть здесь. Мы прошлись. С таким же успехом мы можем вывести на экран и максимум очков. Давайте это сделаем. Скопируем весь этот текст. Потому что, в принципе, вот эта локальная переменная, нам не нужно их переназывать. То есть, опять же, эта переменная локальная, после того, как мы выйдем из этой функции, ну, такой переменной больше не будет. И, соответственно, эта переменная уже будет, соответственно, новой. Очень, ну, в которой ничего нет. И мы можем ее использовать, не писав global. Мы даже его не будем особо переназывать. Можно, конечно, добавить maxTextSurface, но это, ну, не очень нужно. И что мы изменим здесь? Это изменим топ с 10 на 30, допустим. Чтобы оно отображалось ниже. Вот. И теперь, что? Нам осталось, по идее, запустить эту штуку, но могут возникнуть какие-то проблемки. Demo.py Запускаем. И что у нас получается? Получается у нас ничего. О, Enter. И вот у нас и там, и там пишет Score. Но это потому, что я просто не поменял на MaxScore. Ну, просто оно работает и все. Теперь здесь мы изменяем переменную на MaxScore, которая объявлена там выше. Опять же, мы ее здесь не меняем, не пишем global. Здесь должны написать MaxScore. Для того, чтобы мы видели отображение. И снова запустим. Enter. Вот. MaxScore 0. Теперь мы умерли. Он изменился на 142. Опять. Умерли. Изменился на 224. Ну, и так далее. Ну, то есть, видите, если у меня не набирается очков до 224, оно не меняется. Если я сейчас наберу больше 224 и врежусь, то он у меня поменялся. Отлично. Что и требовалось сделать. И вот у меня есть две этих функции, и они вызываются у меня вот здесь вот снизу. DisplayMaxScore. Единственное, что, наверное, хотелось бы, это чтобы у меня DisplayMaxScore менялся сразу же, как только score превышает максимальный. Ну, то есть, о чем я говорю. Сейчас покажу. Я думаю, на примере будет наглядней. Мы делаем score плюс 1, и после этого мы говорим. А, почему же я тут делаю score плюс равно 1? Потому что у меня здесь есть GlobalScore и GlobalMaxScore. Через запятую можно написать. И здесь вот ifScore больше, чем MaxScore, MaxScore равняется score. То есть, изменяем наш MaxScore на score. И после этого их отображаем. То есть, вот эта вот секция у нас отвечает за... Ну, напишем просто score. И запустим снова. И, как мы видим, видите, у меня MaxScore и score, они поднимаются одновременно. То есть, они, считай, всегда равны. И если я врежусь в монстрика, у меня MaxScore зафиксировался. А score продолжает бежать. И как только оно достигает 421, оно снова продолжает вместе. И мне кажется, так выглядит лучше. И то есть, я снова останавливаюсь, и вот у меня опять бежит только один ползунок. Даже, по-моему, по такому принципу в собой серфер работает. Но это не точно. Не, там так и работает. Не, по... И с хорестем тут все так. Вот. Теперь, отлично. У нас эта штука работает. Мы сделали очки. И... Ну что же. Я, наверное, нас поздравляю. Могу, конечно, дальше что-то рассказывать. Но все-таки вторая часть у нас обычно практика. Телеграм-ботов. Не знаю. Может, что-то такое еще расскажете. Ну, могу вступительную часть рассказать про телеграм-ботов. Окей. Так вы нам рассказывали про вступительную. Да. А ты что-то помнишь? Да, очень много. То, что у фазы-бота есть, короче, код, который должен хранить очень сильно. Не помню. В общем, хорошо. Я немного могу об этом рассказать. Если все не против, там, София, скажи, Богдан, напиши в чат. Стоп, секунду. Я пойду за зарядкой, потому что, если я сейчас найду ее, то мне не будет слышно. Угу. Я не против. Хорошо. И Богдан тоже не против. Тогда у нас с вами не будет практики как таковой. У нас будет с вами, можно сказать, две лекции, а практика тогда уже будет вам домой, как домашнее задание. Да, на сегодня не было домашнего задания, я знаю. Так и задумывалось. Вот. Пока приостановлю.